Встреча с Карломарксом Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» выполнял учебно-тренировочный полет. После удара о землю машина загорелась. На данный момент рассматриваются три основные версии катастрофы. Техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и погодные условия. Накануне МЧС предупредила о возможной метеле и усилении ветра до 20 метров в секунду. Командиры воздушных судна и экипаж этого судна. То есть просто командиры сами отрабатывали на практическом мероприятии. По полетам неважная погода, я так понимаю. Если тренировочный полет. Польские работы в настоящее время завершены. Вроводится крестное мероприятие. На месте катастрофы работали более 200 экспертов и 31 единица техники. Обломки рухнувшего вертолета разбросало в радиусе 1 километра. Спустя полтора часа после крушения были найдены тела всех шести погибших. Среди них два члена экипажа и четверо их коллег. 12 апреля в Хабаровском крае объявлен день траура. Анастасия Незнанова, Александр Марченко. Хабаровск. События. 11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день по всему миру вспоминают тех, кто там побывал. В Хабаровске почтить память узников концлагерей приходят к монументу у храма святителя Иннокентия Иркутского на улице Тургенева. Сегодня здесь молодежь, представители власти и бывшие узники. Пожилые люди хорошо помнят, что им пришлось пережить и помнят, как обрели свободу. Чувство было радости, что остался жив. Выжить надо было. Люди дали нам, ну соседей-то, дадут пять-шесть картошин. Вот картошка, вода, старший брат или лебеды нарвёт, или крапивы. У меня на этот день просто особенный память о своих родителях. И поэтому я всегда сюда прихожу, какая бы погода ни была. Хранит память о трагических событиях Второй мировой войны и молодое поколение. В школах и институтах они изучают, что пришлось пережить узникам концлагерей. Стоят память такие даты, потому что это, во-первых, очень страшно было. И чтобы это никогда не повторялось. Нужно же сейчас ценить то время, в котором мы сейчас живём. Да, естественно. Потому что это наша жизнь. И чтобы такого больше не повторялось, надо сейчас уже делать что-то правильное и жить так, как мы живём сейчас. Надеются, что трагические события самой кровопролитной войны никогда не повторятся. Павел Игошин и Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. В городском управлении образования подвели итоги акции «Мы вместе». Она проводилась 18 марта во время выборов президента России. Тогда на избирательных участках школьники собирали отрывные купоны. Кто больше соберёт, тот и молодец. Всё просто. Победители уже определены. Это у нас 10 образовательных учреждений, 5 классов и где-то около 60 детей, которые получат планшетники. В среднем каждый школьник 18 марта собрал около 200 отрывных талонов. Но не обошлось и без рекорда. Ровно 1383. Такой урожай добыл один из учеников города. Среди школ отличились лицеи информационных технологий, математический, ступени и гимназии номер 1, 4 и 5. А также школа номер 1 посёлка Берёзовка. Школы-победители получат обязательно материальное вознаграждение. На развитие материальной базы мы проговаривали 500 тысяч рублей. Классы – это поездка. В Москву Харбин мы уже определили. Единственное, только сейчас будем советоваться с теми образовательными учреждениями, которые стали победители, куда лучше детей направлять, потому что это будет зависеть ещё от возраста. Есть где класс-победитель второй, есть где класс-победитель шестой, есть где восьмой. Поэтому уже от этого и будем смотреть, в какое направление их отпускать. Индивидуальные призы в виде планшетных компьютеров будут вручены победителям, а их около 60, накануне дня рождения Хабаровска. Марьяна Гейт, Сергей Щербаков, Андрей Третьяков. Хабаровск. События. Выехать из выбоин скоро смогут хабаровские автолюбители. Ведь эти выбоины заделают. В дальневосточной столице стартовал сезон ямочного ремонта. Меньше чем за месяц в Хабаровске планируют залатать 75 тысяч квадратных метров дорог. После зимы образовалась куча проблемных мест в городе. То есть ямы, трещины глубокие вышли, заделываем, работаем. Мы выставили две бригады. Сезон начался. Первое звено у нас работает на улице Юности и улице Космической. И второе звено на улице Карломарса. Идем от Синельникова в сторону центра. Ямочный ремонт в дальневосточной столице идет полным ходом. А вот машины ехать на полном ходу пока не могут. Приходится притормаживать, но движение полностью не стоит. Улицы по возможности не перекрывают. На сегодняшний момент улицу Юности закрыть невозможно. Потому что инфраструктура города таким образом, что параллельной дороги у нас нет. И в связи с этим есть неудобства какие-то. Просим прощения у жителей города за эти неудобства. Мы все делаем для вас, поэтому работаем, стараемся. За то, что рабочие кроют улицы новым асфальтом, автолюбители не спешат крыть их крепкими выражениями. Ведь временные неудобства через несколько дней обернутся удобными дорогами. Сейчас ремонтные бригады трудятся с 8 утра до 8 вечера. По мере увеличения светового дня будут работать дольше. Правда, ночью заделывать ямы не планируют. Причины имеются. Ночью мы не можем ремонтировать. Есть автолюбители, которые хотят, чтобы днем не стоять в пробках. А есть граждане, живущие в домах, которым шум строительной техники мешает. Поэтому у нас поступал шквал обращений, когда мы в зимнее время чистили дороги. То есть ремонтные дороги, ремонтные работы, соответственно, шума воспроизводят намного побольше. Чтобы водители смогли объезжать участки, на которых ведется ямочный ремонт, график работ публикуют на сайте администрации Хабаровска. А с 1 мая в дальневосточной столице начнется глобальная реконструкция трасс. Привести в порядок планируют 93 километра дорог. Деньги на ремонт поступят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Готовы потерпеть вынужденные неудобства, чтобы в дальнейшем ездить по гладким магистралям, Сергей Щербаков, Павел Игошин. Хабаровск. События. Международный музыкальный фестиваль в восьмой раз зазвучал в Хабаровске. Его неизменный руководитель Юрий Башмет привез уникальную программу. Прозвучит в том числе музыка самого Сальери. Но она все равно без космических прорывов. А у Моцарта они бесконечно были. То есть гений все равно Моцарт, конечно. А этого мы нигде еще не делали. Сегодня первый раз попробуем. В этом году на сцене фестиваля известные музыканты из России, Великобритании, Греции, Кореи и Китая. Также выступит камерный ансамбль солисты Москвы и Дальневосточный симфонический оркестр. Ответственность очень большая по исполнителю, чтобы не погубить на корню, как мы говорим, будущего Моцарта или Шостаковича или Чайковского. Может быть, мама приведет сына или папа дочку приведет первый раз, и это будет удар. Во время фестиваля Юрий Башмет и его команда выберут музыкантов в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Фестиваль продлится до 17 апреля. Яна Коробийцына, Александр Марченко, Хабаровск, События. В Хабаровске подвели итоги городского конкурса гитаристов. Он прошел в Краевом центре в шестой раз. Прослушивание члены жюри начали в марте. В этом году организаторы приняли более полусотни заявок от музыкальных школ. Участники состязались в двух номинациях – соло и ансамбле. Подвителями стали 19 человек. Это лауреаты первой, второй и третьей степени и 9 дипломантов. 9 участников конкурса также получили дипломы Управления культуры и Администрации города. Многие музыканты начали свою карьеру неосознанно, привели родители. Так получилось и у Глеба Файзулаева. Он впервые взял в руки гитару 7 лет назад. Первый год был неудачный, потому что экзамен даже не сдал переводной. С первого раза сдал его на двойку. Я играл песенку «Черепахи и львенка». Я играл ее слишком быстро. Многие парни приходят учиться перебирать струны из-за любви. Известно, что девушки любят ушами, а значит, путь к их сердцу лежит через музыку. Я сыграла песню, которую я знаю. И она мне очень нравится, даже когда она на меня кричит. Тебя кричит? А что она кричит тебе? И зачем она кричит? Ну, то, что иногда я сильно пристаю к ней. Главное в коллективе «Серебряные струны» после педагога, конечно, Варвара. Четырех мальчишек приходится держать в ежовых рукавицах. Это сложно, когда они начинают кричать, баловаться, когда говорит учитель тихо. На них приходится говорить, орать на них. Но потом они понимают. Победители получили грамоты и подарки от Городского управления культуры. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Субтитры создавал DimaTorzok